Привет всем! Сегодня мы подсказываем вам, как провести долгие новогодние праздники, чтобы 10 января не было мучительно больно за бесцельно потраченные выходные. Не поддавайтесь лени, не стоит проедать, пропивать и просыпать долгожданные выходные дни, которых так не хватает в течение года. Игры и развлечения на свежем воздухе – это прекрасно, но что делать, если вы замерзли? Я предлагаю отдохнуть культурно. Отправляемся на экскурсию по Уссурийским театрам. Для начала вспомним театральный этикет, и старый млад должны знать очень важное правило третьего звонка. После него вход в зрительный зал воспрещен. Рассчитывайте время для того, чтобы добраться в театр. Всегда поход в театр был праздничным событием. Дамы наряжались в лучшие вечерние платья, а их кавалеры надевали фраки и смокинги. В наши дни от публики соблюдение строгого дресс-кода никто не требует, но если вы переобуетесь, порадуете всех работников театра. Себя нужно вести хорошо, нельзя жвачку жевать на спектаклях, нельзя семечки щелкать, не разговаривать и во время спектакля отключать телефоны. Наверное, это сегодня основное правило во всех театрах, потому что это неуважение как к зрителю, который находится рядом с вами, и к артистам. Так что, родители, перед тем, как отправить ребенка на новогодние представления, не забудьте напомнить вашему чаду простые истины и подсказать, когда можно пускать в ход руки. Здравствуй, Снегурочка! Сегодня мы с вами собрались, чтобы встретить самый долгожданный, самый веселый праздник Новый год, да? В далекие времена аплодировать могли только мужчины. Ни одна благовоспитанная женщина никогда не позволила бы себе столь шумного проявления одобрения. Но мы в 21 веке при равенстве полов. Только надо знать, когда аплодировать. Маститы и театралы рукоплещут при выходе популярного актера в знак признания его таланта после наиболее сложных и мастерски исполненных арий и сольных номеров, после некоторых известных реплик в классических пьесах. Уместны овации после завершения акта или пьесы в целом. Применить свои знания театрального этикета дети городского округа смогут 2, 3, 5 и 8 января. А ведь праздник-то нынче какой! А что на Рождество? Звучит-то как, а? Взрослых театралов уже традиционно ждут на Рождество. Только в этот раз театр драмы решил вспомнить старый добрый капустник. Царить в праздничный вечер будет талия, муза комедии. Лучшие сцены из полюбившихся спектаклей, выступления артистов докажут вам, что все начинается с вешалки. Новогодняя программа позволит каждому взрослому хотя бы на один вечер отвлечься от житейских проблем и окунуться в волшебный и незабываемый праздник. Гости подключатся к действию и станут его активными участниками. Также пришедших ждет праздничный фуршет. Не спроста мы взяли это название, потому что не зря говорят, что театр начинается с вешалки. На самом деле, дорогие друзья, все в нашей жизни начинается с вешалки. Придя домой, придя на работу, да, мы идем в первую очередь к вешалке. Капустник пройдет 7 и 8 января. Начало в 17.00. За что я люблю телевидение, можно в один миг оказаться в совершенно другом месте. Вот смотрите. Раз, и мы в театре Дальневосточного военного округа. И сейчас у нас есть возможность заглянуть на репетицию новогоднего торжества. Пойдемте. Идуй, идуй! Новогодние представления отнимают все время у актеров. Причем детские требуют более тщательной подготовки. Ведь малыши тоньше чувствуют настроение актера. Малейшая усталость или недостаточная энергетика со сцены рождают у юного зрителя отстраненность. Почему это настоящий Дед Мороз в Устеге? Я настоящий Дед Мороз. Пусть пока микрофоны теряются и Снегурочка подглядывает в шпаргалку. В день представления все будет отработано на пять. А чтобы не разочаровать зрителей в январе, актеры будут репетировать даже в первые дни Нового года. Что ж делать? Работа такая. Новогодняя программа Драматического театра Восточного военного округа. 5 января музыкальная сказка «Иван. Новый год». 6 января «Два плена». 7 января сказка «Морозка». 8 января музыкальная сказка «Как Настенька чуть кикиморы не стало». Начало представления в 12 часов. 8 января комедия «Американская рулетка». Начало в 16 часов. Новогодний утренник. Новогодние приключения. 2 января в 15.00. 3 января в 13.00. 5 января в 10.30. 8 января в 12 часов. Новогодний капустник. Рождество в театре. 7 и 8 января в 17.00. А еще много конкурсов и представлений вас ждет на Центральной площади и в городских парках. Так что следите за рекламой на нашем канале и за афишей на сайте телемикс.тв. С наступающим. Увидимся в новом 2012 году.